Субтитры сделал DimaTorzok 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 А золотой он вам его просто не дает этого, то есть он такой говнючок, он как бы чувствует свое преимущество или что, или это одна из его сильных сторон в игре, но он постоянно меняет стратегии, и нельзя все время повторяться. Поэтому как спарринг-партнер он, конечно, я бы вам не посоветовался играть. Ну просто вы ничему не научитесь с ним, вам нужно, как бы, очень ранний Корсар будет, если не будет раннего Корсара, значит ривер, вот, ну, вообще посмотрим. Посмотрим, ребята, пока что его планы для меня полная загадка. Полная загадка, может попробовать пробежать. Так, это очень ранний Мексус, но я даже не знаю, что в какую-то он дрянь. Какую-то дрянь, так это, ой-ой-ой, как все рано, слушайте. Вообще, очень рано. Я даже не знал, что тут можно было. Вообще, без Корсара, без ничего. Это он просто разведывал до конца, увидел, что у меня нет шпиля, и поэтому... А че, можешь с Курс играть, на самом деле. Надеюсь, что золотой не стримхака. Ай-яй-яй-яй, че-то меня обоссывает прям в самом начале, как так-то. Читал такого от галатола? Ну, как бы, блин. Че-то я не ожидал. Че-то первая игра вообще не пошла. Не пошла первая игра, ну че. А, у меня 5 телезрителей. Ну, хорошо, хоть мало кто этот позор видел. Да, всем привет. Иди в жопу со своим гг, педрилка. Не, ну, конечно, я не имею ничего против, но... Вот, блин, вот поэтому я вспомнил, почему я не люблю играть с золотой. Потому что с ним невозможно тренировать одну стратегию. Каждый раз он будет все разное, давно какое-то играть. Будьте не дрянь, но... Такой вот он человек. Сиграешь с ним 6 игр, 6 игр он по разной стратегии сыграет. И, как бы, ничего с ним не научишься. Только проиграешь с позором. Вот такой вот он наш депумишн. Да какой санкин? Ты че верди вообще? Не учи папку. Сейчас папка разомнется, покажет скилл. И это была просто разминочная фановая игра. Если че, я, кстати, чат читаю. Оба чата читаем. На ключей мы не палили. Не размялся просто йода. Очередная дешевая тема. Тут золотой мне показывает. Очередную дешевую тему. Именно поэтому, может быть, золотой сам, как игрок, никогда не растет. Потому что, у него нет одной стратегии. Поэтому он не растет в плане техники. Как бы он все время на одном примерно уровне. Хитрый такой протас. Но на одном уровне не вырастает выше. Ну, блин, поэтому с ним, конечно, трудно. Ой, 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 ой. Нет, сейчас будет один гейт. Это по его таймингу пробки. Это один гейт у него там стоит. Причем после одного гейта он будет делать два зелота. Копить 400 минералов на нэксус. Вот. У него такая стратегия. Хоп. Специально посмотрел для этого реплейку золотого, чтобы узнать его тайминг. Специально. Вот такой вот белый. Попробую немножко обмануть. Тоже соригинальничает. Вот, видите, да? Я его бил, вот этот вот, полностью лечил. Блин. Блин. Ну, блин, что-то не получилось. Однако меня обмануть золотого. Ну, и окей. Ну, вообще, он, конечно, наглец, да? Он делает нэксус до 4G. И это неправильно, не считаю. Наверное, можно за это наказать. Просто я первый раз решил попробовать именно таким способом действовать. А где твоя пробка? А где его пробочка, ребята? Стандарт, стандарт, но это опасный стандарт. Там лучше, как бы, стенку запилить. Такой стандарт можно наказать. Как мне кажется. Ну, впрочем, я могу ошибаться. Я согласен. Тут я, как бы, спорить не буду. Попробую чизануть, короче, золотого. Мне кажется, что вот он сильно-сильно... А, нет, ну, ладно, это белье. Слишком сильно я опаздываю по таймину. Корсар слишком большой. Слишком быстрый корсар. Ну, это тренировочная игра, конечно. Тут не все... Не все, как надо. Ну, ты против трутача играл, потому что ты нубасик. А я накажу, понял. Мне кажется, такой точно наказывается. Такой не может не наказываться. Просто надо поконтролить на два фронта. И все должно получиться. Че там еще? Чем нас еще золотой порадует? У меня гитами пора порадовать. Вот золотой, вот ты посмотришь запись. Вот я тебе говорю. Ты самый неудобный спарринг-партнер из всех. Каждую игру пытаешься порадовать радугой, креативой и палитрой новых стратегий. Ну, с тобой же ничему не научишься, братини. Тебе-то, конечно, весело. А я пытаюсь просто билдорда повторить свой старик, который когда-то играл. И как мне его повторять, если ты каждую игру делаешь низко разные вещи? Педик! Пидор! Такой не наказывается, если тост не на тупик. Ну, какая разница? Знание, оно накапливается не такими способами. Не тем, что ты слушаешь в чате, а тем, что ты сам пробуешь наказать. Если я не смогу наказать золотого, допустим, когда в следующий раз он мне сыграет, тогда я подумаю, возможно ли наказать или нет такое. Но в любом случае, пока сам не попробуешь, не поймешь почему. Вот я пока не понял. Я могу подождать, пока третий зелот убежит и прибежать избрить быстрый пилон. Еще потом домой успеть вернуться. Ну, я не вижу пока теоретически строгих, так да. Ну, выполнен. Противоречий. Да, там придется пометлить, конечно. Может быть, даже вместе с дронами на мейле. Может быть, даже придется показать какой-то колоссальный контроль. Не повезло, кроссы спауны. А, вот он тоже самое делает. Ну, ладно. Ну, давайте посмотрим, почему это не работает. А, это два гита. Нет, а вот почему это не работает. Нет, а вот почему это не работает. А, я проиграл опять. Да что такое, ааа. Ненавижу тебя, золотой. Пидор. 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 Ну, хоть бы, блин, один раз повторил стратегию. Ну, вот, ничего с ним не научишься. Ладно. Я не буду ему писать, что он некрасиво поступает с инактивным йодой. Ну, это, конечно, не помощь, ни фига. Вообще, ни фига не помощь. И, как бы, золотой сидит и развлекается. Ну, иди в жопу, Верви. Я ж не для тебя включил стрим. Иди в жопу. Ладно, это последняя игра золотой. Вообще, я не знаю, зачем стрим включил. Это, как бы, тренировочные игры. Я хотел просто гилдордер повторить. Ну, с золотым, видите, он будет. Ну, какой-то он вонючка. Какой-то он вонючка. Да я и есть Деранг, ёпта, я три года не играл. Ребята, ну, я все понимаю. Ну, я есть Деранг. Я же говорю, я очень-очень давно не играл. Я есть Деранг. Может быть, я даже сейчас... Не, ну, я выше, чем надо. Я Д плюс. Я, ты не оббегаешься, тебе говорю. Блядь, иди в жопу, Верди. Советчик ты говнёвый. Верк ты не чёрный, так что... Не тебе мне советовать, понял. Жопка. Окей, окей. Ну, ладно, собрался. Собрался, йода. Окей, я забиндил экранчик. Так, ладно, да всё, собак заказал, нормально. Вот это... Под мою бомбящую сраку чё-то мне рассказывают, как мне надо играть. Иди как бы в жопу. Я сейчас плохо советую воспринимаю. Хм... О, да. Иди как. Иди как. Иди как. Иди как. Иди как. ОКЕ! Почему не на работе? Потому что я не работаю. Работает-то же для этих... Ну вы поняли. Для плебеев. Ой, что такое не заказывается. А все заказал нормально. ОКЕ! ОКЕ! Ну все, собрался Йода. Что такое? Что такое? Что такое? Ладно, что-то все. Ну не готов я к золотому Все проиграл Короче Аааа Я все проиграл Бро С тобой Стребно играешь Я так Ничего не научусь Ты можешь Играть одну страту Мне то это зачем Такое Унижение Во все дырочки Ну все пока Я лэбер Ну все я в общем Сказал Хороший человек пошел лэбер играть Ха 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 Ну ребята Ну как бы 3 года не играл Вообще не интересовался В принципе Старкрафтом Ну а золотой Тенируется Как бы надрачивает Че тут скажешь Идите в жопу Особенно Трансвестит Верди Вонючий Верди Трансвестит Все это Теперь враг За альфу Он не играет Соклановские чувства Меня никак не связывают Так что Все буду теперь Верди Верди Советчик Сраный Ха ха Окей Так ну ладно Все собрались Собрались ЗВЗ Ну просто золотой Как бы так поступает Очень некрасиво Как бы он не дает Мне повторить Один раз Билдордер Понимаете Я как бы Придел билдордер Против стандарта И он сидит Мне Всю палитру свою Показывает Как жопа Ну как бы Прям Ну типа Молодец Порадовал себя Наверное Порадовал себя Золотой Ну это Пожалуй Была Самая Бесполезная Тренировка В моей жизни Как бы Когда-то Мне Стрелок Рассказывал Такой Принцип Что если Ну как бы Хочешь Научиться В Старкрафт Тогда Ну хотя бы Там Два Раза Или три Раза Подряд Стратегию Повторить Ну там Золотой Какой Смысл Что я Думал Над Дрилгордером Если Ладно Все Хватит Ныть Все Тут Звз Звз А я Что играю А я Оверпул Играю А зачем Я играю Оверпул Не знаю Давайте Давайте Делать Газ На что Я кушаю Да Ни на что Я не кушаю Кушать Это для Слабаков Йода Не кушает Йода Идет В Корею Прогеймер Ой А тут Разведка Приехала В Корею Че-то там Не крит Джей Донга Из себя Изображает Не знаю Зачем Че-то Я какой-то Дилдордер Новый Придумал Да Ребята Новый Неизведанный Дилдордер Нет Я играю Завежи Иногда Там Спорез Надо Спорез Закаживать Да Стрелок Красавчик А че А где А я понял У него Или где-то Прокси Хата Или я не знаю Что это Билдордер Но у него Скорости Не будет Да Ай-яй-яй Окей Отбился Окей Ай Йода Машинка Это на случай Если он Ко мне Зашлет Чего-то Ну по-моему У него Прокси Хата Где-то Стоит И он Там С нее Собака Липает Как будет Мас Собаки Не знаю Даже Ну даже не знаю Что-то Как-то Многовато У него Всего Не Это была Не Прокси Хата Но он Накопил У него Три Кэтч Надо Видимо Это Билбордер Какой-то Придумывать Сейчас Ремнатушка Ты-то Откуда Здесь Вот Как Как Не Приду Все Время Ремнат Сидит Тут Пердит Ты-ж Мой Самый Преданный Фанат На самом Деле Я Тебя Благодарен Хоть Кто-то Меня Смотрит В то Время Вот Ремнат Один Из Тех Кто Постоянно Смотрит Я Думаю Мы Уже Схватят Притворяться Ремнатушка Я Знаю Что Ты Меня Любишь Я Тоже Тебя Люблю Хе-хе-хе-хе Как бы Человек Всегда Всегда Со мной Всегда Здесь Поддерживает Меня Так Погодите Надо Щельки Загородить Оке Оке Ну Нормально Че Отпихался По крайней Мере Мог Не Отпихаться Мне Нужна Мута Хотя Б Одна Да Я Какой-то Говно Билд Играл Ладно Ну Вот Что Значит Золотым Играешь Короче Минус Мораль Там По Всему Начинаешь Все Проигрывать Боже Мое Я Нубасик Я Инвалид Я Калека Кто Бы Дог Мог Подумать Всю Как Б Жизнь Я Дал Этой Игре И Вот Снова Калека Играю Как Ремнат Как Клансер Икс Просто Калека Блядь Иди В жопу Блядь Ёбаный Пидор Зашел Тоже Поиздеваться Я Дыранка Ищу Золотой Во всем Виноват Иди Иди В жопу Верди Я Знаю Что За Ты Иди Отсюда Нахуй Ой Простите Что Я Заматерис Ну Во всем Золотой Виноват Да Иди Ты В пизду Блядь Да Что Такое Все Напали Блин Прощай Прощу Прощения Заматану Правда Че Это Такое Я Пришел С Дыранками Поиграть Ну Это Никому Не Интересно Смотреть Как Я Буду Сейчас Всем Проигрывать Я Хочу Нормально Поиграть Во Вьетнамский Брать А Не Погодите Он Вышел Хм 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 Не Ну Прям Как Издеваются Да Люди Издеваются Мастером Йодой Ну Е Ладно Поехали Гл Какой Ди Да Ты Верди Я знаю Один Раз Попался Под Верди Все Навсегда Дену Снова ЗВЗ Да Что Такое Ты Ден Делать Я Хотел Нормальный Матч К Играть Боже Какой Я Калека Не Правда И В Жопу Сраный Хи Сраная Игра Что Ты Со Мною Сделала Ты Сделала Меня Несчастным Зачем Ты Сделала Меня Несчастным Да Да братишка Перестань Притворяться Вот Каждый раз Как я Стримаю Каждый раз Ты всплываешь Ну ты знаешь Как что Ты всплываешь И рассказываешь Мне Как надо Играть Я знаю Что ты Несчастным 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 Подаришь Мне Светочки Самый Верный Мой Фанат Играть Каждый Стрим Смотрит Правда Нет Больше Несчастных Играть Спасибо Тебе На самом Деле Спасибо За Теплые Слова Твои Ну и Вообще Ой Я забыл Заказать Йода Возьми Себя В руки Чё-то Понесло Тебя Он Мне Ещё Будет Советовать Как Мне Себя Вести Иди В жопу Транс Вести Сраной Сидит И рассказывает Мне Как Ничего Делать Придётся Пройти Да Придётся Пройти Конечно По-другому Никак Никак Ребята Чё там Скорость Кажется Ну так Кажется Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Сыграл как машинка, наконец-то. Ты сюда лети. Наконец-то победа! Это, наверное, ревнация, ребята, да? Да, всем здравствуйте. Оге, оге, оге. Минус собачка. Да ты такой нубасик. Ну конечно, кто же еще. Все, скоро у меня там нутан. Ну ладно, можно самки заказать. Я не хочу проигрывать, эта самка стабильности, ребята. Просто потому, что у него две хаты. Собака любит побольше, чем у него. Оге, оге. Ну че, у вас хоры. Да мне вообще надо было экспансион заказывать, судя по всему. Ролл 2 на 2 плеерам. Ну я вижу, что он нубасик. Не надо было заказывать самку, но надо было заказывать экспансион, он никуда и не идет. Не знаю почему. Вот он побежал ко мне. Ну он не стоит. Ну в тот момент, когда его еще нападет на меня собакой. Поэтому я никуда не лечу. Я лечу его собакой. Нет. Погacity. Субтитры сделал DimaTorzok 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 построить муту к тому, как у вас стерн вот ровно-ровно подойдет и вам даже самку стоять не надо. Ну, конечно, там нужен контроль хай-левела. Хай-левел контроль. Ок. Ну, это сверхранняя третья база. Ну, не, Димага примерно что-то такое исполнял. Я помню, но вообще билд-ордор я сам применил. Надеюсь, он сейчас работает, потому что он, может быть, что-то поменялось с тех пор, и люди стали лучше играть. Надо все время проверять, чтобы это было не течный и все дела. Но это кое-только можно делать только на кросс-респаунах. Я тоже проверял. На обычных респах терн подходит и убивает вас. Муты не хватает секунды 3-4. То есть 3-4 секунды проходит, но терн у вас уже на натурале веселится. Ну, как бы. Как бы так. Вот, видите, вот он пошел. Даже пошел без медиков. Не, ну, видишь, у меня еще нет медиков. Надо же. Огни медики-то. И заказывается причем ровно... А, блин, что-то я не так с газом. Я сделал что-то не так с газом. Это мне могло стоить игры, потому что заказывать надо ровно 8 по 3-й хачере. Окей. Ну, тут нубасик, потому что по таймингу он должен быть где-то, не знаю, уже по карте идти. А у него только медики. То есть... Нубасик. Либо там пас плюс один. Другой вариант. Если не нубасик, то пас плюс один. Но, судя по всему, это нубасик. Наконец-то я нашел своего нубасика. Можно еще грейп заказать. И еще хатку. Так, ну и здесь он с туретками не натупил. И получается развитие без санок. Я бы сказал, что это, конечно, более джейдонгу. Свойственное, наверное, было в старые времена. И deeply пог bolся. Сосилу. Продолжение следует. Продолжение следует. Да, ну в этот момент, конечно, надо еще за макро своим успевать, потому что если не успеваешь за макро, то как бы все равно ничего хорошего из стратегии не получится. Джаидон! Ну это совсем, да, как бы. Это наш клиент, ребята. Наш после трехлетнего инактива вот самое то. То, что как бы прописали. В принципе, можно, конечно, поубивать ему рабочих в этот момент. Ну, можно и просто, наверное, маркать. А, диди. Что-то так. А, окей. Ну да, страта, в общем, рабочая. Инстинкт машины, ребята! Инстинкт машины! Пулю с тобой сыграть. Братюня. Ну все, я снова чувствую себя человеком. А то прямо впал в пучину грусти и отчаяния. Да иди в жопу, Верди! Ну вот, зачем ты мне нужен? Иди отсюда. Ну, проблема с этой стратой одна. Я ее проверял. Она только на кросс-респах. Либо, если вы вдруг, допустим, пробежали с собачкой и увидели, что там инженерка, это фас плюс один, то тоже работает. Тоже успевать можно. Потому что, если ставишь санку, то не хватает денег заказать муталисков и страта говно получается. Вот. Санку здесь никак не доставить. Оге! Я вчера видел, что лайнсеры включили в Air Force. Я сначала подумал, это ошибка, но ладно. Прикольно. Вообще, я могу добавить логотипы наших успехов команд. Чтоб было веселее. 5 плюс 0. Так, а откуда я буду знать, лисенок, что ты мне не читыришь? Понимаешь, пуля это единственный возможный способ быть уверенным, что... Ну, если оппонент, конечно, не бот, то что, как бы, все честно. Поэтому я не играю больше, чем... Вернее, да, больше, чем 2 плюс 0, я не играю. Посетим. Давай не терем, давай не терем. Иди в жопу. Не, понимаете, просто, а вдруг я проиграю? Йода совсем, калека. Так, а, против протаса. Ну, все правильно тогда. А, хорошо, спасибо, что пришли. Так, а во что я... Во что я буду играть? Не знаю, что буду играть. Разведку пошлю, это главное. Потому что без разведки ничего не это. Ничего не склеится у нас хорошего. Не получится аппликация. А че, а где? А что это вообще такое? Не знаю, что это, ребят. Не знаю, что это, но выглядит. Как-то довольно страшно, что я играю близко. Я ставлю третью базу слишком близко к протасу. Если он будет меня пушить, я не знаю, что. Но осталось только ДМБ проиграть для полного счастья. Эйди, надо еще DG4owski перед. Эйди. Эйди. Продолжение следует... Фига, как машинка законтролил, да? Правда, непонятно, как с Годи Лоту подбиваться. Да, я вижу, что у меня катаются рыбы. Спасибо, что ты мне об этом сказал. Ой, он мне не забрил. Не забрил, не забрил, не забрил. Так, а это я не забингил. О, где? О, где? Что-то я какой-то этот трэш исполняю. Трэш исполняйся. Продолжение следует... 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 Я точно уверен, что меня поставят. Ну я ж прогеймерчу, машинку. У меня есть психологическая аура, понимаете? Она разбивается от золотого, но вообще она есть. У меня есть уверенность в себе. Так мы и пройдем, не волнуйся, братюня. Кто как не мы. Нет, я не думаю, что это верди. Там какой-то флаг был не русский. Какой-то Хэн. Дример и Моро. Ну я к тому времени наберу уровень. Я просто хочу вспомнить билдордер, понимаете? Я совершенно забыл билдордер. Я пытаюсь его вспомнить в зоопе, что, зачем делать. И не могу вспомнить, ребята. А когда мне еще попадается какой-нибудь оппонент, хитрожопый типа золотого, который не дает вначале спокойно пожить, то я совсем теряюсь, не забывая, Вань. А что, собственно, делать-то не знаю. Какие там билды? Чего заказывать? Ничего не помню. Ну, это, похоже, снова кросс-виски, поэтому можно сыграть тут самую тему. Надеюсь, она у меня на этот раз лучше получится. У меня, кстати, не через центр проехала эта печалька. Ну ладно, придется так. Придется с опасностью двух бараков жить. Надеюсь, что их там нет. Ча, мне главное добежать, увидеть, что там. Ну, вы поняли. Так. Нет, тут два барака. Блин, зря шесть собак заказал. Ну ладно. Два барака нельзя так выбирать, к сожалению. Кстати, а почему-то нет разведки. Ой. Почему-то совершенно нет разведки. Меня это настораживает. Я паранойик. По натуре такой человек, что у меня... Ну, в общем, у меня паранойя. В Старкрафте. Меня слишком часто убивали всякими прокси-битами. Прокси-какашками. И отсутствие разведки или еще чего бы то ни было, меня очень сильно напрягает. Когда я вижу, что что-то не так, у меня какой-то тумбер включается в голове. Ой, а что это такое? Что-то такого мы не знаем. Билда. Ой. Ну да, это точно верди, ребята. Точно верди. Сто процентов. Он умеет, интересно, рабочие воевать, нет? Нет, похоже, он не умеет рабочие воевать. Вот они, мои оппоненты. Вот с ними-то я наберу скил, я чувствую. Видите, да? Оп. Машина ее, да? Номбер-ван. Номбер-ван микро. Зе бест микро в Ювевеве Син. Джаедон. А? Ни одной собачки не любил. Хе-хе-хе-хе. Давай. Оп. У меня еще и скорость готова. Да, покусил Марика. Оп. 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 Еще одного. Оп. Еще одного. Еще одного. Еще одного. А, машинка. 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 А кто это? Ремнат сыграет? Ремнат, это ты зашел? Я узнаю тебя по походке, Ремнатушка. Это точно ты, это твой скилл. Хе-хе. Да, это был Ремнатушка. Но он еще не сдается. Он верит в свою звезду. Думает, что что-то у него здесь еще может получиться. Красавчик, красавчик. О-е-е. О-е-е. Закажем. Или это компьютер. Это или компьютер, или бот, или Ремнатс. Ну, никаких вариантов, в принципе, нет. Да какой ты, зерк? Я же вижу. Это ж твой скилл. Вот, чисто твой билдорбер. Секретный. Хе-хе. Нет. The best зерк. Вы видели это? Три собачки потерял в этой игре. Больше? Ничего. Сейчас задача будет ни одного муталиска не потерять. Окей. М-м-м. М-м-м. А-а-а. Сейчас потеряю. Да, the best. The best zers of the world. Три собачки потерял. Почти как Джейдон в игре с Зимом. Но, конечно, есть к чему стремиться, ребята. Это было не перфы. Не флолис Виктория. А, сейчас муталиска потеряю. Нет, не потерял. Красавчик, йоголь. А что, ты будешь выходить? Нет? Нет, ты не будешь выходить? Where are you from? I am from Russia. ProGamer from Russia. Не, ну он отчаянно не хочет выходить. По-моему, это все-таки бот или АИ. Ну или ремнац, как я уже сказал. Только ремнац. Только хардпор. Как Д плюс, Макс, да? Раньше хорошо играл. Ну, приди, докажи мне. Заходи в Старкрафт. Если набираешься, минус. Выиграешь меня, значит, я и правда добьюсь. Если нет, то... Зря ты губой тряханул. Bad day. Go, go. Не знаю, кто это. Неужели Мусин? ГЛХФ. ГУР. Такое, GG поехали. ГУР. А, так это ж протос. Он поставил дзерго, а потом протосы. как странно не педрильный ли это верди да точно наверняка педрильный верди будешь конечно буду заходи ёпта птсики то на дорожке не валяется я хочу д плюс сегодня набрать без д плюса как-то не хорошо не так я себя чувствую как будто не мужчина что ли ну вот как римнат знаете кстати кто не в курсе римнат по моему один из немногих людей данной пикапи которого я реально был паровоз то есть е-ранг по-моему ни у кого нет паровоза даже у новичков но это трудно набрать а вот и наца был поэтому римнатушка красавчик да ну тут написано что протос значит он поменял расу две секунды до старта что-то некрасиво обмануть меня хотел педрилка ну да поехали ну чё уж теперь давайте со всеми сыграем порядке в очереди да плюс то надо мне набрать сегодня так без д плюса как-то вообще наберу д плюс значит компел готов и через центр проехал опять ну где и и и и и и и Огия! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 Ну, по крайней мере, я точно знаю, что он наверху, и что это не 2 гитра. Гарантию даю, что это не 2 гитра. Фига себе там унылся. Я ему почти убил, как бы, да, и он еще и у него жизни столько нарегенилась. Вот это протос и имба. Ок. Да, ну я буду играть какую-то старомодную стратегию в стиле, не помню кого, кто-то играл, это старый зяк, 5 хэч или там гидроден, эволюшн, селила. Чего, он на кросс-респаунах? Чего-то я ничего не понял, как такое могло произойти. Я до сих пор протос и не разведу. Заказываю зато 5 хэчери, йода молодец, без разведочки все делает. Красавчик. Надеюсь, сейчас я тут увижу все-таки. Да. Тут стандарт. Странно. А тайминг был такой, будто бы он... Он поехал в первую очередь, то есть слишком быстро. Ну да. Очень быстро. Было похоже на, вообще-то, на винт качество или как-то я не знаю. Ну, просто... Слишком рано... Приехал пробкой для того, чтобы это была вторая попытка. Ну, или он отправил ее, я не знаю, с какого, с пятого лимита. Ну, или он отправил ее, я не знаю, с какого, с пятого лимита. Продолжение следует. Продолжение следует... 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 Оке Ну вот, видите, вместо того, чтобы меня харасить, да, он как бы сидит дома, ничего не делает. Мне нравится такой расклад, правда я перезаказывал собак, это явно. Оке Из-за того, что заказывал собак, ну я понял почему, почему это не выгодно, все, я понял. Я проверил, почему трудно это сделать и понял. Потому что все время заказывать собак на два фронта, это дурная идея. Из-за того, что потом отстанешь по эко, лучше обороняться. Вот почему, ребята, вот почему. Вот почему нельзя выбегать без зелота, лучше дома спокойно сбиться. Ой, я рабочих развел впервые за столько лет. За века, можно сказать, ее доразвел рабочий. Ну это тренировочный стрим, да, дорогие телезрители, здравствуйте. Мастерье, да, моё имя. Это тренировочный стрим. Я проверяю некоторые вещи, которые всегда хотел проверить. Допустим, можно ли таким образом отбиваться от одного гитая. Видимо, нельзя. Вот к какому выводу я пришел. Да, слишком много собак. Ну иди в жопу, блин, что такой дебил? Я же тебе объяснил. А я тебе час назад объяснил, что я хочу сам это проверить. Почему это не получается? Нет, он будет сейчас рассказывать, что он мне час назад объяснял. А то я не слышал. Знание, оно получается опытным путем. Не потому, что какой-то верди, транслистит верди, тебе в чате об этом сказал. Окей, а че, где вторая-то? А, все, нашел. Нашел вторую личинку. Красавчик! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- Вот что он через центр проехал? Это что такое было? Как бы никто не ездит через центр проехал Слышь, Тамара, что-то на самом деле похоже Ну как бы взял, через центр проехал Чё это такое было? Не понимаю Ну ладно, наверное, это какая-то прогеймерская тема Опять два гитта, блин Пидор Ну на этот раз я хотя бы не так Облажаю Пидор Пидор Я Ну да, не два гита, что ли? Да, видимо, не два гитая, иначе было бы сложнее, наверно. Наверно. Это что такое? Это треша пришел. Ха-ха. О, где? Да, это был один гейт. Ну ладно, все, больше мне не страшен Тамара. А нет, он продолжает достраивать животных, только посмотрите на него. И что делать? Я даже не знаю, а что делать в этих случаях. Ребята, скажите мне, а что делать? Ну нук не нук, но шоу-матч у тебя выиграл, как у нубасика три раза гидрой прокатил. Надеюсь, ты еще помнишь это. Я тебе на всякий случай напоминаю, как нубасика прокатил. Какой такой шоу-матч? Ну, в истории остался шоу-матч, когда я тебя прокатил. Натренировавшись спустя двухлетнего инактива двумя играми с компом. Надеюсь, ты это помнишь. Ну, басик. Окей. Ну, я тут, конечно, проиграл, не знаю почему, потому что наверное. Плюс один, там уже и ливер или что там, и роботик. Ну да, проиграл Тамаре. Тамара прям молодец. Не, в истории как раз остался шоу-матч. Ладно, ГГ, все, иди в жопу. Хватит играть с Тамарой. Не, ну там-то фановая ледер игра, когда ты знал во что я буду играть. Вот это. И это как раз какая-то такая непонятная вещь. А вот как я тебя в шоу-матч это? Окей. Вот это, понял, да? Изи. О, окей, окей. Кого ты там? Уйдешь ты же, ну басик. Я тебя топтал, понял. По-грузински топтал тебя. Он что-то лагает. Нет, не буду играть. Треша, ну басик. Окей. Главное это шоу-матч, дорогие телезрители. Главное шоу-матч это официальные игры, официальное противостояние. А не всякое там. Во, наш клиент. Наш. ВЗД минус это то что нужно, ЗВТшенька. Мне это нравится. Окей. О, я снова рабочих развел. Расту. На глазах. На глазах расту. ГЛ, ГЛ. Конечно ГЛ. И КП тоже. Сейчас будет страта королей, ребята. Борис Тактикс. Надо ПТСики набирать. Д плюсик. Д плюсик на дорожке не валяется. Ради этого я и пришел сюда. На этот сервер. В эту игру. Да иди в жопу Тамара. Ты понимаешь, что я три года не играла. Ты можешь это понять? Ты какие-то вот сейчас глушные очевидные. Я еще не сказал. Йода плохо играет. Спасибо, что рассказал мне, блять. Спасибо, что рассказал. А то я не знал. Три года не играешь и вдруг хорошо играешь. Да, Тамарушка? Глупый ты грузин. В руке. Ладно, нормально все. Нормально сказать. Ну да, что-то не получается. Надо просто немножко потренироваться. Может, ты должен мне сказать. Как бы да. Ну вот, спасибо, спасибо. Я же люблю тебя. Как там тебя? Русланка или как тебя звать? Ладно, для меня ты всегда будешь Тамарой. Ну ты шоу-мачи у меня сначала выиграй, потом будешь пиздеть. Какие дала резиновые. Вода ты анальная. Как там? Говорит Лансевикс. Вода ты анальная треши, а не игрок в StarCraft. Ай-яй-яй, кросс-респауны. А, нет, не кросс-респауны. Ну отлично. Деньги отдай, кидала. Шоу-мач уже тобой проигран. Ты же ни одного шоу-мача не выиграл. Ты же нубасик. Оп. Ну все, гг. Этот челлендж я не буду. Не буду, как вы понимаете, строить больше собак. Исключительно шесть собак. Ай-яй-яй. Где ищущие проекты я не играл. У него минералов нету. Ну про геймер Йода, про геймер. А-а-а-а-а-а-а просто eleven. А че я не добью, что-ли, да? Саши с пью собаками? Вы это хотите сказать? Хе-хе-хе. Да добью, добью. О, где? Хе-хе-хе. Ай-яй-яй. О, где? 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 Ну, это, наверное, точно Ренатс. Ну, кто еще? С таким боевым духом-то. О, где? 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 С kh8-х7-х3. О, что это за лаги? Вообще с такими лагами играть не очень, но ладно, я попробую. Просто я не представляю, как с такими лагами, допустим, отбиваться в бункерэше, ощутимая задержка. Ну или мутами крит тоже вряд ли получится, поэтому будем играть в очень старую стратегию. Есть у меня такая Три Хэтчери, Быстрые Собаки называется. Три Хэтчери, Быстрые Собаки и где Йодыш Прогеймера? Это инстинкт зверя сейчас включится. Оге, оге, оге. Оге, оге. Отправляем ставить Экспаншн, дальше по плану у нас разведочка через центр. Окей, экранчик загибили, все хорошо. Так, это сюда, через центр. Всегда надо через центр, потому что если вдруг два барака, то и вы не проверили, это стопроцентная любя. Вариантов там нету. Ехать, кстати, потом через центр совсем не обязательно. Лучше ехать, да, вот видите, он тоже прошаренный тип. Он, кстати, там находится, для подвижения его рабочего. Он я. Раз в кросс-респаун и можно похалявить, кстати, с этими собаками. Я надеюсь, это кросс-респаун. Нет, это не кросс-респаун. Да что, третий раз за день, да, я ошибаюсь. Кошмар какой. Да что ж такое. Э-э-э. Йода-машина. Ну и не знаю, если это не печь, то что это может быть. Я думаю, что это печь. Ну, ладно. Третий раз. Кошмар. Третий раз. Третий раз. Третий раз. Остально. Какая. Э-э. Удивение. Будем. Остально. Игра. Летий раз. Конечно, течь. Вот вопрос, что потом будет. Возможно, это стелси, поэтому я заказал все-таки пораньше. Да, и, возможно, стоит заказать запасного овера там. У меня-то запасного овера и нету. Если вдруг проиграю этого, то будет не очень хорошо. Нету, нету, это большая опасность. Все, хватит там заказывать дронов и всякую такую пигню. Да, это стелси. Потом, возможно, будет дробь. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. заказать кучу всякого говна а он не убивает как бы ну там не цц, там будет игра в марито гарантию даю после такого сколько майков не убивает не убивает не убивает Продолжение следует... 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 Тут какой-то украинский тиранщик, не знаю, кто такой. О, нет. Так, ну что я буду играть? Ну, лагов я не вижу, поэтому... Еще и спрашивает, вот засрань, звонючка. Знаете, ну как я могу у них выиграть, если они играли все это время, а я все это время не играл? Ну как, понимаешь, StarCraft это же справедливая игра. Когда ты не играешь несколько лет, ты перестаешь хорошо играть. А когда кто-то играет несколько лет, то он становится, как бы, лучше. Если было бы не так, то, как бы, в эту игру не имело бы смысла играть. Если ты, как бы, не играешь и остаешься на том же уровне, то, как бы, в чем смысл игры? Ну и наоборот. Если играешь и все такое же, ну, Бася тоже что-то странное. Хотя, такие люди в комьюнити на самом деле есть. Не буду показывать пальцем. Ну, он недавно отписался в твитч-чате. Мне кажется, предложил мне сыграть. Вот этот человек, который не растет в скилле. Десять лет, а все там же. Скажи, это Мишни. Ну да, ну, дайте мне. Я тоже это можно сказать. Братюнь, ты вот играешь, играешь, а как проигрывал и он зергу без вариантов, так и проигрываешь. Ну и всем остальным. Как бы, а куда ты время подевал, спрашиваешь. Где твой путь самурая, где путь совершенства или как-то. Мы не на кроссах, поэтому я не буду играть 2х ремонта, я буду играть 3х ремонта. Ну да, Мишин. Ну там еще, конечно, ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй, как бы мне овера не потерять. Похоже, нормально играет парень. Ну, по крайней мере, как мы видим, разведку еще не потерял. Пытается меня на контроле. Хорошо, хорошо. Не, ну может это не так, это просто я так вижу. В принципе, я разрешаю окружающим людям иметь свое мнение. Как бы неразумно это не казалось, но я позволяю так делать. Так что, пожалуйста, если вам кажется, что это не так, то, пожалуйста, считайте иначе. Но мне кажется, что это довольно логично, что чем больше играешь, тем как бы лучше играешь. А чем меньше, тем пуд. И не теряет разведку-то, не теряет, вы посмотрите на него. И это я еще и святого времени и второй газ поставить. Димага рассказывала, что так надо. По таймингу. За кадром имею в виду я им вообще не... не понял. Братюнь, я тебя не вполне слушаю, извинишь, но все говорят, я тут типа играю, понимаешь, как бы играю, но не все твои рассказы мне интересны. Окей. Ну, в принципе, этот мув, он не для чего особо особенного не нужен, исключительно посмотреть на развитие. Это плюс один, довольно-таки опасно, но с другой стороны это очень поздний выход и вообще. Заранее много оверов, ну и плюс он разведку в конце концов потерял. Многое, естественно, зависит от контроля. Ну, я надеюсь, что у меня еще какой-то контроль остался. За биндием обязательно гидроден на единичку, потому что люркер аспект очень важен. Если вы заметите, то практически все прогеймеры всегда банят, ой, биндят люркер для того, чтобы его заказать сразу. И чтобы знать, насколько он близок к готовности. Лучшие позиции против Марьков это сзади. Как бы не комично это звучало. Лучше. Лучше. Ну, в принципе, разобрали, конечно, накопили ресурсов, потому что давно не играли, пусть один, как хотите, разбирается. Да и люкера готовы. С шестью, конечно, муталисками особо не по контролю, но можно заставить хотя бы стимпак нажимать, если бы это важно, я слышал такое, что важно заставлять нажимать стимпакт, верно, чтобы энергии в медиках не качилось и всякое такое. Так же, как мы видим, я расставил юниты более-менее по карте, это тоже важно. А-а-а, боже мой, боже мой. Ой, надо же, я тут не все потерял, ну нормально, не знаю, че это за... Че это был за такой дерзкий наломчик, но я справился, типа. Пора несколько скоржей заказать, потому что пора. На ново 4 April 2 2 1. Я не догонаелся, но я надеюсь, что office в режиме Так же будет летний, итак на голову 10 у нас. Так же убеда здесь можно было на низком ОТЬЯ 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 Типичная ошибка Терена. Ну, как бы Терен не должен так делать, вот так вставать, или из него будут каждый раз вот так вот делать сэндвич. Ну, я как бы, видите, сделал сэндвич из Терена и в общем-то даже его не заметил в армии. Дюкер даже особенно потерял. Все почему? Потому что вот такая вот атака, она должна быть строго тайминговая или никак? Пиши немножко я. На Тереном поиздеваться. ОКЕ ОТО СВАРМ 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 Продолжение следует... 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 и засунет туда своих собачек при возможности. Ну где? Ну где? Ну давай уже, давай. Соберись, братишка. Тот дрон был прям как я, когда на работу ходил. Всё, я никак не соберусь. Ну где? С поликом играем, польский протос. Это как русский протос почти. Это как золотое. Золотое тоже как бы мастер гантельки. Так, ну я зарёкся. Зарёкся, вы поняли. Угадывать где протос. Потому что афик его знает, где он может быть. Что Тамара мне какие-то такие тупые тайминги показал. То есть он как-то пробку совсем рано управляет. А, окей. А, окей. Первые пять собак обязательно от протосу. А там посмотрим как бы. Всё, вроде бы забиндил. Всё, вот те. Нет, не успел. Ну, по крайней мере заставил видеть вторую потомку поставить. Вот какая такое. Кроме того, сейчас он не видит мою третью базу. Перепугается. Видите. Обязательно перепугается. И, может быть, ещё поставить её. Кстати, это не завтык. В 17-ом миде не надо заказывать овера. Ну так, просто на всякий случай. Вдруг кто не знает. По джейдонгу надо вот так вот. Сначала заказывать леер. Потом копить 100 минералов на овера. Потом дроны. И потом у вас как раз будут ресурсы для того, чтобы заказать с пояси. Как мы видим, да, недостатка в лимите нет. Потому что, как бы, всё равно есть куда потратить. Помимо агронов. По джейдонгу. Типа тайминг. Я специально изучал репку джейдонга с УЦГ. Чтобы как бы эту фишку использовать. Потому что обычно зерги на 16-ом там. Ну, короче, торопятся с овером. Питер. Питер. Аа, о кейд. Тут есть кубокия. Да что такое? Догонишь его или нет? Нет, видимо, не догоню. Да ты надоел уже, давай, съешь его уже, наконец. Я догоню его сегодня или нет? Оке. Нет, похоже, не догоню. Нет, догнал. Молодец, Йоды. И точно так же здесь, да, 35-35 и снова, как бы, не особо нужны лавера, не заказывай им, потому что все ресурсы сейчас будут выходить на здание. Биндим, так, это на семерку, это на восьмерку, это на шестерку. Заказываем резко второй, что почему он продолжает так делать, настойчиво, я не знаю. А, я понял, он боится, мы не поняли. Кроме того, заказываем лишних ховеров. Потому что это важно, потому что это важно, наверное. Не знаю, может, не важно. Не, вообще важно, если мы собираемся играть. Кстати, я так и не проверил его. Окей. Один, это забиндим, это пошлем сюда, это пошлем сюда. И сразу же тратим ресурсы в гидру. Очень резко, как мы видим, у нас ресурсы все потратились. Здесь надо обязательно оставить. Может быть, где-то хорса... А-а-а-а, сучка! Нет, не получилось. В принципе, эти собаки нам не нужны. У нас типа тайминг пуш, гидры. Вы заметили, да, что у меня было потрачено все, а сейчас все исчезло, потому что все четко. Почки сбора сюда, потому что... А что на самом деле? Это по таймингу не совсем. Потому что девятая минута, приходить надо к протасу на 8.30. Ну, хотя это, наверное, да. У него сейчас нет пока еще штормов. Видите, он не штормит, потому что это тайминг Джей Донга. Это специальный приход до шторма. Он будет секунду на секунду. И вот пока его нет, у вас есть время, да, вот так вот пробыть протасом. Я так однажды убивал Альфио. Вот. Альфио это такой протас. Нит итальянский такой он там. Который еще пенис показывал. Но который типа был топ протас Европы. И вот у него как раз этот шторм. Тайминг, сучка! Не, ну я хочу его убить здесь. Он потратил просто все штормы. Ну, я думаю, что я могу его сейчас убить. Окей. На хатке их заказываем постоянно кидрую. Это бы нолик было. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Это, возможно, было лишним. Кстати, пора бы ей на люфтеров подкопить и заказать вот эту тему. Здесь от дропа. Мало ли, видал я тут таких парней. Не, ну я не пробрил, конечно, но... Типа страта на самом деле как бы сработает. Ну, то есть я не заказал ни одной санки. Напряг протаса, не дал ему третью. И у меня у самого троп хорошо. Типа я молодец. Заметим, что да, очень четкое количество дронов. Типа такая макро-машинка. Типа такая макро-машинка. Ладно, окей. Раскидаем оверы фигде. Чтобы были... Так, никаких лишних дронов против... Вроде бы я никуда не послал. Ай-яй-яй. Там нулинушку потратился. Как-то непривычно для меня. Но это потому, что протас ничего не делает. Он просто сидит и ждет своей гибели. Я не знаю, что он ждет. У меня как бы все подготовлено уже три раза к его выходам. Перевыходам. Как я? Апса вроде бы... Сейчас... А, горцуй, йода, горцуй. Да нет, штормов-то я не много. У меня там еще куча всего осталась. Окей. Ну, рано, наверное, еще убивать. Потому что... Ну, что рано. Обязательно с коржиков достраиваем. Потому что... Апсы... Их приятно сбить. Там есть опсы, интересно? Нет. Они есть. Ну, рановато еще на самом деле. Что-то его там много. И штормы еще есть. Ну, сдавайся уже, Нубасик. Да, Нубасик выходит без ГГ. Неужели это был Римнатушка? Римнатс это ты был? Это был Треша или кто? Или Тамара? А, банановый! Да это же Лансер Икс был, точно вам говорю. Ну, все, победа. Изи. Давай сюда. Еще раз тебя прокачу. Ноги! Лансер, давай, я для тебя место держу. Хочу набить на тебе Д+, как раз будет четко. Набью Д+, на Лансере. Окей. Ну-ка, канцер, ну ты чего? А, вот. Видите, у него Аран, тут все дела, типа про геймер, про геймер. Ну, я знаю, когда его поймать. Ого! Пробку будешь убивать в пятом. Ты не будешь. Хи-хи-хи-хи. Не. Не, ну в принципе, Лансера можно попробовать чизануть, потому что он нубасик, как бы, его, как бы, чиз это самое. Против него, Страта Бориса. Тоже играет 20 лет, парень, так и не научился. Это как я, вот, два гейта. Окей. Я два гейта за 20 лет не научился отбиваться, так же вон, там, гидропуши всякие не научился. За 20 колец. Ну, потому что мы одаренные люди. У нас другие интересные. Не знаю. А во что играть? Да нет, давайте вообще по стандарту макро. Что я люблю? Дешевые темы использовать? Как всякие... Кто? Я не знаю. Ходеры всякие, гидгеры, ревнации и прочие. Нет. Будем чисто макро. По-брогеймерски, по-мужски. Изи какашечку. О-к-е. О-к-е. И по этому поверху. Немножко, кстати, запоздал свой гулон. Вот это будет разведочка. Если я не найду пропуса в первую попытку, то это будет разведочка. Ну и заодно поможет ставить базу. Если вдруг понадобится, то его как бы поможет. О-к-е. О-к-е. Даже не Микрил, ребята. Машинка Йода, машинка. Одну потоночку, да, заходил? Нормально. С одной потонкой можно. Ха-к-е. Продолжение следует... Ну, видите, как бы эти шесть собак нужны для того, чтобы он, ну, как бы что-то привел туда. И даже, ну, дело не в том, что вы куда-то можете пробежать. Да никуда вы не пробежите, скорее всего, но... Ну, как мне кажется. Я могу ошибаться, но... Мне кажется, что это выгоднее, чтобы он там лежал, как то есть. Ну, пробку, да, чтобы пробежать. Блин, что-то я там напутал опять с таймингом. Да. Ну, как вы помните, там надо заказывать... Ладно, все. И тут уже, короче, не вариант играть в стандарт. Надо... Потому что, ну, против грамотных... Это очень важный тайминг. Такой изображен гидроден, он там испугается, застроится там санками своими... Ой, потонками, ну вы поняли. И обкакается. Ну, короче, все должно пойти по такому примерно плану. Да, напуковалось таймингом. И так и ... И так и ... И так и ... И так и ... Продолжение следует... 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 Да, что-то запаздывает перед тем базой. Всё не так. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Но не тут-то было. Ну пиздец блять, ну протос и чё сказать, ну ноль ПТС-ок хотя бы потерял, пойду на ком-нибудь другом наберу, ну как я уже говорил это было бы попросту несправедливо. Человек каждый день сидит, по нескольку часов иногда на чале сидит, и чё, я типа у него должен выиграть, да? Ну да. В общем сыграю хотя бы игр 50, тогда буду играть с всякими тамарками, лайнсерами, голопыми, хотя бы АПМ до нормального уровня. Ну это вообще позорище. 200, по-моему, или меньше, ну окей. Стайминг, блин, чё за не то. Дюбдордер не один. Ну ладно, один против Нубасика нормально исполнил, все остальное вообще провалились. Как так? Старкрафт такой сложный, почему? Я и забыл какой-то сложный. Окей. Снова протас, кстати. Логия. Логия. Хочу я новую стратегию попробовать. Ну, по-моему, протасы меня вообще не весь день будут находиться в твоей покупке. А не, вот это, наверное, первое, то что лайнсер была выполнена. Не совсем первое. Логия. Снова протас, carefully. Я подчиняю. Логия. Логия. Да. Там же будет ещё один раз. И в каждом и в каждом и в каждом и в каждом, и в каждом, и в каждом или в каждом, и в каждом. Ну, давай решимся вместо того, чтобы почти раз прививаться. Окей. Спасибо. Ну ладно. То, что не смог один, закончит второй. Ой, а тут как раз два гита. Ну и нормально. Ну и нормально. Сконтролил, как бог. Иногда мне кажется, ребята, что это не я контролю, что это сам бог спускается с небес в мое тело, чтобы поконтролить за меня. Вот именно примерно вот в такие случаи. Мне кажется, что это не я сконтролил. Вообще ни одного клюка не делал. Что-то он какую-то дрянь делает, исполняет. Я аж решил дону доказать. Наверное, зря. О'кей. О'кей. Да, я красавчик. Да, я красавчик. Смотришь ты его. Нет, похоже, я его не допускаю. Ай-яй-яй. А тут уже и форжа, да как так. А, ну, фиг с ними не допускаешь. Я его зарашу, люкера собаками иди. На изичах. Ну, по крайней мере, должен на изичах зарашить. Кибернеточка. Очень поздняя кибернетка. Можно не торопиться, в общем-то, с кушиком, с рашиком. Да, конечно, ты с ними плачил, как же еще. Пидрилка. Кибернеточка. 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 Всем здравствуйте дорогие телезрители, это моя подготовка к МКЛ, я хочу набрать Д плюс все-таки сегодня. Ой, ну еще корсары закажи, да, давай, все подряд закажи. Ладно, что-то у меня возникла мысль, что я могу тут не победить. Но я ее постараюсь. Ну посмотрим, пробью не пробью. Четыре люркера, в принципе почти две пачки собак. При идеальном микро наверно может быть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Кто там сказал, что я не пробью его? А? Писька. Лансер. Продолжение следует. 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 Продолжение следует.